МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В горах ночью от 2 до 7 тепла, днем потеплеет до 15 градусов. В центральных, северных и местами в южных районах чрезвычайная пожароопасность. В Черкесске кратковременные дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 14. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 20. В республике прошел полуфинал проекта главы Карачаева-Черкесии «Кадровый резерв». О том, какова цель реализации проекта «Кадровый резерв», как прошел полуфинал и что ожидает участников в финале. На эти вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит начальник дирекции кадрового резерва главы Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов. Доброе утро всем. Доброе утро, Ибрагим. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время и пришел сегодня к нам в гости. Сейчас у всех на устах вот этот проект главы Карачаева-Черкесии «Кадровый резерв». Мне бы хотелось из твоих уст услышать все-таки, какова основная цель реализации вот этого проекта. В первую очередь выражаю вам свою благодарность за то, что вы пригласили на свою передачу и на регулярной основе и оказываете содействие в эффективной реализации информационной кампании и повышении уровня информированности населения Карачаева-Черкесской республики о реализации данного, безусловно, социально значимого проекта. Говоря о том, в чем заключается цель данного проекта. Основная цель, заложенная Рашидом Бориспичем Темрезовым, главой Карачаева-Черкесской республики, заключается в том, чтобы найти, оценить и трудоустроить те кадры, которые обладают соответствующим уровнем знаний, навыков и компетенции. Для их, конечно же, как я уже говорил, дальнейшего трудоустройства в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также на крупные предприятия Карачаева-Черкесской республики в целях их оказания содействия в социально-экономическом развитии субъекта. Ибрагим, конечно, я хочу узнать, как прошел полуфинал? Следует обратить внимание на то, что полуфинальный этап, он включал в себя две стадии. Стадия номер первая – это проведение процедуры контрольного тестирования. Что она из себя представляла? Контрольное тестирование проходило в двух форматах. Это формат очный и формат заочный. Очный – это оффлайн в пункте прохождения контрольного тестирования, который находился по улице Кавказской, 92А, и онлайн в формате конференции. Следует обратить внимание на то, что при проведении контрольного тестирования основным принципом и в общем и целом реализации проекта «Кадровый резерв» в Карачаево-Черкесской республике, главным принципом, заложенным главой Карачаева-Черкесии, является принцип открытости и прозрачности. И в рамках проведения контрольного тестирования был проведен прямой эфир. На YouTube была проведена запись всего того, что происходило и в холле, всего того, что происходило и в зале контрольного тестирования, и, конечно же, в онлайн формате проведения. После того, как определенное количество участников прошли процедуру контрольного тестирования, первый подэтап, полуфинального этапа проекта главы Карачаева-Черкесии, они были приглашены на второй подэтап полуфинального мероприятия. Ибрагим, скажи, пожалуйста, а что ожидает финалистов? Финалистов ожидает подготовка, презентация и защита проектов, направленных на социально-экономическое развитие Корчево-Черкесской Республики перед экспертной комиссией. Мы все понимаем, что это очень важный, очень нужный проект. И чтобы он воплотился в жизнь, и чтобы все было хорошо, я желаю вам этого. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск «Вестей» с Русланом Джукаевым смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Что вы знаете об ослах? У них нет венерической болезни. Главное. А у всех животных есть эта венерическая болезнь. О, это интересно. А что еще? У Кавказа есть шикарный характер и большое чувство. С таким мнением точно не поспоришь. А если хотите больше узнать об этом удивительном животном и о пользе ослиного молока, смотрите очередную программу из цикла «Быть хозяином на земле» утром в пятницу 2 октября в 9 часов 30 минут. Так, сегодня отрабатываем подачу. Меня никто не понимает. Как же меня это бесит? Да разве это проблема? Вот у меня на работе реальная проблема. Я некрасивая. Меня никто не замечает. Я уже взрослый. Хватит меня контролировать. Давай это обсудим. Не пропустите сигналы агрессии. Успейте заметить, о чем молчит подросток. Ваш помощник портал ЯРодитель.ру